Всем привет, дорогие друзья, с вами Илюха Зверё и это долгожданный второй ролик о приставке GameCapture HD 2. Сейчас вам покажу, как при помощи вот этой коробочки можно записать ваш литсплей, записать всё, что вы транслируете с своего компьютера, либо с игровой приставки. Интересно? Тогда поехали! Приставка от компании Avermedia под названием GameCapture HD 2. У меня есть на неё обзор, вы можете его найти вот здесь вот по ссылке. А в этом видео я вам покажу пример записи того, как можно в неё писать, к примеру, игры с PlayStation 3. Смотрите, что у нас здесь имеется. У нас есть вход HDMI и выход HDMI. Многим известно, что с приставки PlayStation 3 нельзя записать через HDMI, там стоит защита. Да, это так. Специально для этого я купил кабель. Он называется AV-компонент. Один конец вставляется в саму приставку, всё остальное вставляется компонентами в GameCapture HD 2. И вот при помощи всего этого можно как раз записать ваш литсплей. И при этом всё это озвучит. То, что здесь есть вход под наушники. У меня есть специальная гарнитура. Наушники можно использовать любые. У меня, к примеру, вот такие вот. Надеваем, и здесь у меня есть микрофончик. Всё очень просто. Я могу вставить один разъём в саму приставку, в разъём наушников. Другой разъём я вставляю в микрофон. Всё, теперь у меня будет в прямом эфире писаться всё, что я буду говорить, и накладывается поверх на ролик. Дальше приставку мы подключаем HDMI out и включаем это всё в телевизор. Как я уже говорил, в GameCapture HD 2 можно использовать встроенный 2,5 диск, либо можно использовать внешний. Жёсткий диск, либо в флешке, либо в любом формате, что подключается в USB-порт. Вот у меня такая флешка, обычный трансцент на 8 гигабайт. Я её вставляю сюда, и её необходимо изначально форматировать. Она у меня пустая, и всё готово к записи. Ну, а поможет мне в съёмке вот этот пультик, который поставляется вместе с приставкой. Не нужно будет никуда подходить. Я нажимаю просто клавишу REC, и всё будет записываться. Давайте уже подключим PlayStation к приставке и запишем Let's Play. Погнали! Перед началом использования вам необходимо будет зайти в меню своей PlayStation и выбрать настройки отображения экрана. Будем настраивать это через настройки вывода видео. Выставляем разрешение на компоненты и идём дальше. Всё, теперь у нас вывод изображения идёт через саму приставку, и мы можем зайти, к примеру, в меню самой приставки и настроить качество изображения, которое будет записываться. Вот здесь, смотрите, качество видео оптимальное, хорошее, максимальная продолжительность. Но мы выбираем оптимальное. Нам сразу пишут, сколько времени у нас примерно влезет на флешку. Можно настроить качество скриншотов и автосохранения. Перед нами меню приставки, Media Studio, в котором можно редактировать свои ролики, управление файлами, где сразу можно все отснятые ролики, к примеру, удалить. И настройки. Здесь у нас управление AV. Мы как раз выставили, что у нас компонентный. Дальше. Дальше в меню, в котором мы уже были. Есть лого, его лучше выключить. И при записи LSPF не будет никаких посторонних логотипов. Прошивку можно обновить через флешку. Закачать это на компьютер, принести на флешку и обновить уже здесь. Полностью сбросить настройки и информация о продукте. Приставку можно подключить по сети через LAN разъем и после этого при помощи своего телефона управлять полностью приставкой. Ну а теперь давайте попробуем войти в игрушку и поиграть, к примеру, в LEGO. И сейчас уже запись пойдет через саму приставку. Нажимаем REC и запись пошла. Еще можно уже поиграть. Сейчас идет уже потоковая прям запись. Я с Суперменом уже играю. Потоковая запись на саму приставку. Честно, я уже не понял, куда бежать. Потому что задания мы тут повыполняли много-много. Но, скорее всего, нужно следовать за вот такими кубиками LEGO. И мы куда-то прибежим. Хотя зачем? Наверное, лучше взять какой-нибудь Batmobile. Сейчас попробуем. Можно играть вдвоем и записывать неплохие лестплеи. Так, попробуем, что мы здесь можем выбрать. Так. Ну, махацука уродина, ладно. Вот, без штучки уже куда-то делись. Так, залезаем. Ну и погнали. Угу, Супермен, я думаю, сам доедет. Едем, скорее всего, на какое-то задание. Потому что город здесь большой. Вот, он же врезался. Прям не фуспит у нас настоящего. Игрушка большая, замороченная. И не похожа на все остальные LEGO, в которые я играл. Например, пиратка Орбийского моря, как-то попроще. Там местность, в которой можно просто бегать, она меньше и больше заданий. Что-то я как-то плохо поворачиваю. Я понял, в тот раз я тоже опять сюда приехал. Что здесь нужно делать, я не помню. Может, мне Супермен поможет. Можно, конечно. Вау, сколько здесь кубиков. Ладно, где задание-то? Вот это то, что светится, мне это не поможет. Потому что здесь нужно кого-то другого. Вот, не активировано. Конечно, не активировано. Можно здесь, по-моему, то ли что-то прожечь, то ли заморозить. Попробуем это глазами. О! Так. Компьютер отлично. Что сейчас какую-то штуку нам поставят. Так. Ну, конечно, теперь можно выбрать задание. Что-то, что ты строишь, я буду снять. В общем, не особо похож на Бэйна, который... Мы с вами уже в GTA 5 и собираемся просто покататься. Так, что, поехали. Зачем хорошо, он не напрягает вообще приставку и является таким вот... пропускающим устройством между приставкой и монитором. И то же самое, если вы будете играть с компьютера. Процессоры вашего компьютера, они нисколько не напрягаются при обработке изображения. Ну, именно записи. А вы просто пропускаете изображение, а приставка уже сама все делает. И при этом можно очень легко пультиком управлять. И особо не заморачиваться в настройках. Просто воткнули наушники, нажали запись и... Все. Просто говорите в микрофон и наслаждаетесь игрушкой. Ну, если вы занимаетесь этим профессионально, то, соответственно, делайте свои игровые подкасты и тому подобное. Это будет, мне кажется, интересно. У-ху! Я вот сейчас уже в GTA практически все прошел. И просто занимаюсь тем, что катаюсь по городу и... Чего-то взрываю. Все, давайте, да, сами чем-то взрываем. Сейчас, по-моему, затормозимся. И попробуем вызвать гнев. Так, что-то я никак не попал. Мне тут телефон уже раздражает. Так. Хорошо. Так, главное иметь путь для отступления. Подбежим к этой БМВшке тогда. Так, кто-то меня там хочет... Охранник там что-то возмутился. Так, татарарар, татарарар. А вы когда-нибудь набирали 5 звезд и уходили от них? Потому что мне нравится такие видео смотреть, например, на Ютьюбе. Там 5 звезд и как люди сваливают от 5 звезд. Так, конечно, садимся в типа БМВ. Интересно, бомбы-липучки у меня еще остались. Да, 4 бомбы-липучки. Ну, вот как раз им не повезло. Им не повезло. Так. Опа, опа, опа. Тихо, тихо. Ну, по-моему, мы... Нет. Давайте затормозимся. И... Чтобы они от нас отстали. Уху! О, другое дело. Вертолет уже подключился. Так, можно записать полностью прохождение игры, мне кажется. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай! Устыряемся и сваливаем. Попробуем сделать суетит. Да, у меня это получилось. Поэтому всегда пристегивайтесь. Даже напомню, что здесь довольно-таки простое управление. Здесь всего две клавиши и небольшой цифровой дисплейчик. Вот. USB-разъем и два разъема для наушников и микрофона. Всем спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте лайки и комментируйте, что вы по этому поводу думаете. Выражайте свое мнение. Подписывайтесь на новые ролики. Всем спасибо и всем пока!